Самая неполитичная, нейтральная и дружелюбная организация в мире, Международный Олимпийский Комитет, запретила журналистам использовать российскую символику. Под запрет попадают официальная символика России и Белоруссии – символ Зорро. Любая военная символика – цвета нашей победной ленты. Сотрудникам медиа МОК решил применить такие же требования, как и к спортсменам из наших стран, рискнувшим приехать в Париж этим летом и выступить в нейтральном статусе. Союз журналистов России назвал позором такие требования и полюбопытствовал, как себе все это представляют в МОК. Будут срывать наклейки с видеокамер, отбирать микрофоны. Бывают прецеденты, когда журналистам рекомендовано не светить свою принадлежность к тому или иному каналу. Например, когда они освещают несанкционированные митинги. Но это совершенно не уровень международных соревнований. Такое на них просто недопустимо, считает Владимир Соловьев. Такого раньше не было, и подобных требований никто никогда к журналистам не выдвигал. По сути, это можно назвать нарушением свободы слова. Ну и кроме того, это попытка унизить российских журналистов таким образом. Сомневаюсь, что российские журналисты согласятся соблюдать такие требования. Это абсолютно нелепое и позорное требование, которое, я надеюсь, все-таки не перейдет в действие. Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что МОК хочет полностью стереть ассоциации с Россией на Олимпийских играх. В любом случае, на трибунах и везде будет запрет российской символики. Болит тоже запретят. Они хотят убрать и стереть любые ассоциации с Россией на Олимпиаде, хотя чтобы мы сами отказались туда ехать. Они не могут запретить спортсменам выступать, потому что это нарушение хартии. Но поступают иначе, создают такие невыносимые условия. Журналист достанет флаг или что-то похожее на флаг страны, то могут визы лишить, депортировать, да все что угодно. Они дошли до абсурда, чтобы никакого присутствия россиян не было, чтобы люди привыкли, что россиян вообще нет. Заслуженный тренер Татьяна Тарасова, которая совсем недавно говорила о том, что когда идут такие события, как Олимпийские игры, необходимо забыть про все мелкие обиды и ничтоже сумящиеся, устроить перемирие. И не только во время проведения игр, а вообще давно пора. Потому что жить надо в любви. Сегодня прокомментировала запрет для журналистов таким образом. Хочется все ругательства поматерней вспомнить. Не надо силы тратить. Ничего мы не получим. Сейчас уже все взвинчены. Пусть уже это все пройдет. Мы это вытерпим и дальше будем жить спокойно и счастливо. Интересно узнать, в какую сторону дышит Татьяна Анатольевна. Ругательство – это, конечно, соответствует ситуации. Да. А дальше? Не надо силы тратить на что? На то, чтобы бороться с попиранием своих прав и добиваться справедливости? А принять ситуацию покорно и подобострастно? Пусть это уже все пройдет, говорит Тарасова. Куда пройдет, Татьяна Анатольевна? И что это? Это, как вы изволили выразиться, никуда не пройдет. Потому что речь, в принципе, не об Олимпиаде, а о свинском отношении к нам, западных номенклатурщиков. Олимпиады – это так, очередной подпункт, в рамках которого они имеют очередную возможность ударить нас из-под тишка. Пройдет Олимпиада, удары останутся, но это уже будет не сфера ответственности Татьяны Анатольевны. И поэтому главное сейчас – просто пережить цепи в зубы, такое унижение, а потом облегченно вздохнув, жить дальше спокойно и счастливо? Все это очень похоже на то, что заслуженный тренер живет отдельно от страны в гражданском вакууме, где нет ни понятия Родины, ни понятия чести, а есть только медали. Все равно, кем и для кого завоеваны. Главное – результат. А на мелочи вроде белые тряпки в виде флага и полного растворения в непотие гордости за свою страну обращать внимание не нужно, потому что спортсмены старались и готовились, а вам этого не понять. В свое время мэр Парижа Анна Идальго предлагала нашим спортсменам выступать в команде беженцев. Ну то есть вы поняли, там у них в райских садах вообще нет предела абсурдности. Но оказалось, его не так уж и много и у той же Татьяны Анатольевны, которая на это заявление Идальго сказала, а что такого-то? Каждый предлагает, что может. Нам многие предложили вообще не участвовать. Вот мы и вообще не участвуем. А она предложила участвовать в команде беженцев. У нас есть варианты? Мне кажется, что это в принципе то же самое, что без флага, что в команде беженцев. В сложившейся ситуации мы можем добиться только того, то нас вообще дисквалифицируют. Не очень будет. Все бегают, прыгают, соревнуются, а мы дома сидим. Не самая лучшая перспектива, на мой взгляд. А МОК тем временем продолжает вовсю резвиться. Ранее было отказано российским волонтерам в аккредитации. Более того, все их аккаунты и личные кабинеты были удалены. Потом стало известно, что российским и белорусским атлетам запрещено принимать участие в параде спортсменов на церемонии открытия. Складывается такое ощущение, что МОК еле себя сдерживает, чтобы не ввести еще одно правило. Всем нашим спортсменам надо прибыть на игры на коленях, в рубище, посыпая головы пеплом, а сзади их будет погонять плетьми на смотрщик. Но все это суета суетой. Главное, не надо нам на это тратить свои силы, а надо жить в мире любви. Да, Татьяна Анатольевна? Друзья, хотим напомнить, что наша команда остается на плаву только благодаря вашей поддержке. Вместе победим! Реквизиты для поддержки в описании к видео.